Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему задорному девизу «Живу живых, оплакиваю мертвых, разбиваю молнии» мы вам рассказываем все то, что бы вы хотели от нас услышать. Причем вы очень хотели, чтобы мы продолжали беседы о биполярном аффективном расстройстве. Мы это и делаем. И мы начинаем рассказ о том, какие бывают маниакальные состояния. Это очень важно, потому что многие больные, когда они рассказывают, они обычно рассказывают о депрессиях, которые бывают при биполярном аффективном расстройстве, а это чередование маний и депрессий, но они считают, что маниакальное состояние является проявлением здоровья. И самое интересное, что многие врачи тоже пропускают эти маниакальные состояния. Они думают, что это тоже проявление здоровья у этого человека. И, в общем-то, из-за этого происходят определенные ошибки при лечении. Мы об этом сегодня тоже расскажем. Итак, что нравится в маниакальном состоянии? В маниакальном состоянии нравится повышение активности норадреналиновых и дофаминовых нейронов. Это дает ощущение веселья, воодушевления, радости, предвкушения удачи, множество интересов, оптимизм, восторг, повышенная самооценка и даже идеи величия. Ну, казалось бы, все очень хорошо и все очень весело. Тем более, это все активность норадреналиновых и дофаминовых нейронов, но есть отдельная активность нейронов норадреналиновых. И вот здесь-то начинаются проблемы. С одной стороны, это низкая утомляемость. То есть, пациент на самом деле утомляется очень и очень медленно. И вот, казалось бы, это все очень и очень хорошо, но это создает такое непередаваемое ощущение, что тебя куда-то несет. То есть, ты не можешь остановиться. То есть, любой человек, который не был, не страдал в маниакальном состоянии, он же давно бы устал, успокоился, расслабился, остановился. Но не тут-то было. Эти люди остановиться не могут, их куда-то несет. Это все сопровождается ускоренными, суетливыми движениями, если за таким больным посмотреть. Это все сопровождается нарушением внимания. Им трудно сконцентрироваться. Им трудно становится читать. Им трудно усваивать новую информацию. И самое главное, у них в голове постоянно крутится неконтролируемый поток мыслей. И вот эти все жалобы, наряду, конечно, есть радость, но вот эти все жалобы, они начинают пугать. Ведь человек понимает, что с ним что-то происходит не то. Куда-то его несет. Он говорит, остановите меня. Мне очень страшно. Мне очень страшно, потому что я не понимаю, что с ним происходит. Это как бы нормальное маниакальное состояние. И вот он приходит ко врачу. И вместо того, чтобы поставить диагноз маниакального состояния, врач устанавливает диагноз тревожная депрессия. Почему? Ну, потому что у больной жалуются на тревогу. Ему страшно. Его куда-то несет. И одновременно он неусидчивый. Он весь вертится. Он не может усидеть ни минуты покоя. Он сам рассказывает о том, что он неусидчивый, что у него двигательное беспокойство. И вот это все расценивается как тревожно-ажитированная депрессия. И, конечно же, назначаются современные антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Мы говорили о том, что это патентованные лекарства для лечения тревоги. Антидепрессанты всем. И вот что происходит, если такому человеку назначить серотониновые антидепрессанты? Вы помните, что мы говорили о том, что серотониновые антидепрессанты, они могут несколько снизить активность нороадреналиновых и дофаминовых нейронов. Но не везде. Только в префронтальной корее. И то это, в принципе, не очень обывает значительный эффект. Но в целом они на активность нороадреналиновых и дофаминовых нейронов, к сожалению, влияют достаточно слабо. Но повышение активности серотониновых нейронов приводит к тому, что этот человек теряет страх. То есть у него и так было веселье, воодушевление, радость, но его куда-то несло. И он боялся этого состояния, что его куда-то несет. То теперь у него этот страх исчезает, потому что ему назначили серотониновый антидепрессант. Вот я это называю улучшенной манией. Клинически это просто выглядит как усугубление маниакального состояния. Опасность этого усугубления маниакального состояния состоит в том, что врач этим очень доволен. Почему врач доволен своим успехом? Он говорит, смотрите, какой я умный, я вылечил больного от депрессии. Ну потому что рад сам больной. То есть у него тревога прошла, он открыт для приключений, у него мания усугубилась. И дальше начинаются вот эти самые тяжелые последствия серьезной мании, которые в общем-то можно описать двумя словами. Слабоумие и отвага. То есть пациент начинает делать совершенно малопонятные вещи. Происходят, я не знаю, какие-то безумные совершенно траты. Пациент влезает, берет какие-то неимоверные кредиты. Начинает какой-то совершенно непонятный, странный бизнес. Начинает не пропускать ни одной женщины. Или женщина не пропускает ни одного мужчины. В общем, начинаются тяжелые последствия, которые потом, потом, постфактум, когда это маниакальное состояние проходит, осознаются как очень и очень тяжелые. Поэтому я, конечно же, обращаясь и к пациентам, и к врачам, прошу, избегайте, пожалуйста, такой неправильной диагностики и такого неправильного лечения. А мы с вами будем продолжать разговоры о биполярном аффективном расстройстве и о различных вариантах маниакального состояния, которые встречаются у пациентов. Как всегда, в конце нашего ролика мы вас очень просим, становитесь спонсорами нашего канала, пишите нам комменты, ставьте лайки. В обязательном порядке подписывайтесь на наш канал. Хотите отблагодарить нас за этот ролик, реквизиты вы найдете в описании этого ролика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok